Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, и у меня сегодня деловая поездка в столицу Беларуси, в город Минск. И, вы знаете, я решила немножко, совсем немножко, показать вам наш Минск из окошка автомобиля. Половину пути мы уже проехали. И видите, какие чистые дороги, прекрасная погода. На улице даже светило солнышко, но только было немного ветрено. Очень хотелось показать вам эту запись. На двух домах подвиг народа бессмертен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Конечно же, мы не только ездили, мы еще достаточно много ходили, мы гуляли, просто наслаждались прогулкой по Минску. Я очень давно не была в Минске, и поэтому мне такое удовольствие принесла прогулка, просто обычная прогулка. Ну, конечно же, не обошлось без посещения торгового центра, конечно же, не обошлось без покупок и обновок, да. Но это, конечно же, было без съемки, без камеры, лично для своего удовольствия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И посмотрите, какие интересные машины мы увидели около торгового центра. Не смогла, чтобы не показать вам, потому что, знаете, вот, кажется, как будто игрушечные, правда же? В Минске я была вместе с мужем, поэтому говорю периодически мы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Чудесный Минск, чудесная погода. Но если бы вы знали, что нас ждало по дороге, когда мы возвращались домой... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Солнышко накрыли снежные точки, и пошел снег. И сначала это было совсем немного, совсем пару снежинок, но чем дальше, тем было уже сложнее и сложнее ехать. Вы не представляете, на какой скорости мы подъезжали к себе домой. А снега становилось все больше и больше. Прям вот сложно поверить, правда? Ехали в Минск как будто весной, правда же? А возвращаемся как будто в самую настоящую зиму, правда же, ребят? Конечно же, сложно было ехать, но мы дома, все хорошо, мы добрались. Пусть даже пришлось нам ехать со скоростью 60 км в час, но тише едешь, дальше будешь. Я надеюсь, мой такой небольшой видеоролик вам понравился, и вы с удовольствием прогулялись вместе со мной по Минску.